всем доброе утро доброе утро всем скажи какое утро день я уже с работы пришла я сегодня одна кушаю как принципе каждую пятницу иногда четверг поэтому у меня остался там тарелочка лентехи то бишь чечевичный суп я его сейчас разогрею и все он не будет у меня ням-нямка будем доедать все то что есть вот такие вот а потом опять на работу у меня уже есть клиенты завтра какой-то праздник не пойму какой потому что не позвонила одна клиентка оксана завтра работаешь я говорю да она говорит я завтра после обеда приду завтра праздник чтобы на праздник быть красивой что за праздник хрен его знает чуть и чуть забыла сегодня у сегодняшних спросить и да я когда приезжала там у нас есть по правую сторону когда едем салавринию то город в котором я работаю там есть какой павильон спортивный там делают разные мероприятия и поставили сцену видимо какой-то праздник будет что за праздник фиг его знают фрукты вот эти надо уже есть они уже все спелые а сперси персик вот как был твердый так и есть твердый что хай опять батарейка садится и так много болтаю что ли не пойму ладно буду разогревать сегодня текут кушать хочу разогревать еду и батарейку заряжать уже второй день какие-то ремонтную работу кого-то идут причем во время сиесты то есть двух до четырех вообще это не принято здесь у нас потому что сиеста это святое они это все то же самое что включить например начать что-то стройку еще что-то после 11 часов вечера все спят двух до четырех все спят они всего я не пойму где это я пришла белье снять потому что я забыла что я вчера постирала и меня сушится не люблю пересушенное белье но потом очень плохо гладится нет почему-то тут не видно где и строят они смотрите вон те соседи так покрасили как красиво голубой краской какой-то который делает приз но не пристройку крышу здесь делают наши наши крыши ладно пойду я снимать белье а то здесь жарко за что не люблю август парковаться негде не ну я такой мастер я фигевая сама над собой вам себя не похвалишь никто не похвалит видите все машины какие моя не без исключения ну вроде бы нормально вообще ставят по машины паркуют где только возможно и невозможно точнее даже где нельзя смотреть да не проедет нормально здесь всегда машину ставят я еще нормально припарковалась это ужас я сегодня вверх ехала по кипец какой-то машины паркуется и туристы знаете они считают что здесь можем парковаться какому душе заблагородится но потом конечно полиция приезжает тому вы увозят все эти машины но блин до этого пока кто-то позвонит позвонит пока кто-то там дозвонятся в общем время идет чем я еду сейчас наверх после обеда все после обеда очень сложно и блин пальцы крестики держу про проеду ли не проеду какой завтра праздник блин мне уже сегодня звонят все уже я все прекрасно знают я у меня парикмахерская уже шесть лет все прекрасно знают что я летом открывать с пяти часов а ты чё и причем кто-то знакомая потому что если меня звали ну знают и все это не в 4 нет уже август какой 4 4 еще солнце высоко в 5 ты то вон он самолета летит колеса сдуты и над нами очень редко летают самолеты а вообще лето конечно нравится но вот знаете со вчерашнего дня так заметно что туристов много это ужас на 3 процента на 3 и 2 больше чем в прошлом году конечно это радует денежку в испанскую казну кризис может быть сойдет хотя все это временно все это летние вот тут всегда прохладно тут сквознячок такой ведет дети за ней ухаживают за святой вот этой собирают всегда в общем звонят мне клиенты и говорят что придут на покраску какой-то праздник сейчас придут если не забуду спрошу что за праздник почему не знаю может быть завтра вообще выходной а я всех записываю у меня даже очки запотели представляете от жары иду как ежик в тумане пойдем розовоухий мой друг и вот иду домой идти потом гулять на пляж не идти жара здесь у нас кот просто обитает и он решил погабкать на него я ему думаю может хвост подстричь напишите в комментариях подстричь ему хвост нет ну не так немножко потому что он когда его опускает он за землю цепляется буду ждать ваших вашего мнения стричь или не стричь тут тоже прохладненько так хорошо ладно посмотрим то знаете они звонить звонят а потом ни хрена никто не приходит так бывает смотрите какой фикус но у меня же блин вообще подыхает я не знаю что ему не хватает здесь же растет его обрезают а он растет зараза я уже отработала вы знаете сегодня никого ну как никого были там у меня на запись но кроме них никого не ожидала и зря так что хорошо поработала вы знаете парикмахерское дело это такая штука непредсказуемым потому что почему потому что мы девочки непредсказуемую мы вот захотели сейчас покраситься стали и пошли и неважно что там и кто там хорошо вот у меня я у них есть рядышком и они ко мне пришли я все почти всегда могу их взять а еще ну вообще люди здесь тоже и бывают знаете такие странные ужасе и смех и грех ко мне ходит одна женщина помочь али но она ко мне ходит где-то года полтора мы как-то с ней она стрижется почти как я мы друг друга поняли ей нравится как я стригу и где-то две недели две назад она у меня была и тут гляжу проходит мимо избег ну прошла и прошла думаю я ее даже не ждала вижу забегает в прямом смысле забегает чарли даже не успел на нее гавкнуть а я проходила мимо меня вот довезла из бара из ресторана пока они там будут стулья ставить я сейчас пиво пойду к ним пить она после работы шла выпью пиво и пока не разлага раскладываются ты меня подстриги ты меня все не стриги ты мне вот тут чуть-чуть вот тут чуть-чуть вот там чуть-чуть заплачу тебе там условно скажем 3 евро я даже не успела рот открыть знаете тут чуть-чуть там чуть-чуть а вы знаете в парикмахер нельзя чуть-чуть то есть нельзя отрезать тут и все если ты отрежешь тут то все это надо в кругом вести к это к этому выдранному знаете что все красиво смотрелось то есть по чуть-чуть это не как по чуть-чуть здрасте приехали опять что цирку ехал чарли остался вот и я говорю она типа ну условно скажем 3 евро я я такая так я за эти деньги только голову мою внутри с половиной тогда как на базаре со мной это начала торговаться я говорю давай говорю посмотрим в общем начала ее стричь обрезалась нафиг ножницы парикмахерской вообще очень стригут что даже не поймешь что там и как они у меня отхирашит и в общем от отхирашила поняла только что отхирашил когда кровь пошла так немножко незаметно в общем начала ее стричь естественно там тут чуть-чуть там чуть-чуть ну как обычно вот ну такая делоговая потом сколько ну я и сказала сколько нет не конечно не 3 евро как она образно 3 евро не то что она сказала ну нормальную цену я же тоже не дурак я бы приду такая в налоговую скажу так я в этом месяце плохо отработал я вам вот столько заплачу нет у них есть определенная сумма блин 21 процент отвали и все и не волнует так и у меня как можно чуть-чуть чуть но я так посмеялась над ней но он такая знаете безобидная то есть ей можно сказать что хочешь ну чуть хочешь опять в определенных рамках и сестра у нее такая же главное знаете на пиво они типа им не жалко выжрать там пиво пиво стоит 2 евро представляете вот пиво выпить им не жалко причем они не пьют одну пиво максимум три на это не жалко а по типу подстричься или покраситься о это дорого в раз в месяц извините вот такие вот у нас дела а я уже собиралась уходить все новое отвечу еще не ушла тоже вопрос такой или знаете многие приходят от открыто знаешь что я живу в матрили ты открыто я его нет закрыта они сами начинают смеяться море такое классное но на море не знаю когда попаду может быть воскресенье я мужу в понедельник у и году куда зову не знаю пригласила его на одно мероприятие но он что-то молчит на раздумывает но опять раздумывает будет ли у него время или нет все с этим связано так что подписывай чтобы узнать а куда же ты мы поедем в понедельник а может быть нифига и никуда не поедем хрен его знает может быть на пляж все все эти дороги ведут 1 говорит медуза есть клиентка другая говорит нет медуз хрен поймешь сейчас мы ведь будет узнаем что-то не протестуешь в общем завтра суббота еще один рабочий день и воскресенье а я считаю денина наши встречи один кстати пишите комментарии подрезать ему хвост или нет вот она друзья беззаботный детства они все эти гаджеты планшеты и все на свете игра футбол с ребятишками купание мы в пруду купались они на море вот это я понимаю детство будет что вспомнить да смотрите сколько их тут ребятишек это все беззаботное детство тоже беззаботное детство да беззаботное детство моего мальчика да сегодня всем показывала какой красивый у меня был розовый такой розовый да 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 вот как он любит кувыркаться глюбит кувыркаться моя рыба такая я ставь я то вам это вольте но я уже дома нагулялись сиделась видео смотрела а до этого думала чтобы приготовить покушать и видео смотрела не помню и они там окрошку едет хотя сейчас все окрошку едят и думаю блин у меня тоже все есть для окрошки нужно сейчас яйца сварить но окрошку муж у меня точно не будет а я ему просто картошку сварю на завтра и с яйцом просто так поесть правильно а я себе окрошку забабаху яйца сварю картошку она у меня есть тут у меня картошки почти никого нету парочка осталась как раз нам хватит они большие такие в мундире прям сварю вон она уже растет растет мы картошку особо не едим поэтому она у меня растет да я еще сотворю прям в мундире да и яйца что туда еще надо больше такого вареного по моему ничего не надо все таки youtube смотрите на мысли наводит я все овощи помыла и сейчас буду нарезать свою окрошечку и и и . и и и и и порезала еще ветчины здесь картошка я с яйцами варится поэтому добавлю еще но это наверное уже завтра ой потому что пока остынет пока чем это все на завтра вот так вот такая вкусняшка у меня будет я люблю окрошку с кефиром вообще я раньше и вообще не любила но как-то распробовала и не очень нравится кефир и вода газированная желательно но у меня ее нету вот годится холодная вода и вот такая вкусняшка майонеза ничего я не добавляю чтобы чтобы жир на меня слишком не было вот такие вот у меня дела буду с вами прощаться до завтра все неделя прошла выходные приятных вам выходных у меня не выходные но у вас-то выходные наверняка и наверняка отпуски начались с этими отпусками чтобы они были неладные машины парковать нефти блин людей везде в магазине полно холодильник ставить некуда как в шкаф пихаешь пихаешь и не пихается ничего ладно буду попрощаться с вами и займусь холодильником всего самого лучшего всем пока пока